300 рабочих компаний Арселар Миттл Тимиртау оказались не у дел. Без малого год работодатель и страховая компания судятся по поводу выплаты компенсации людям, которые получили различные травмы на производстве. Альянс Полис обвиняет сталелитейного монстра в фальсификации статистики по травматизму сотрудников. Мы должны провести актуальное заключение и рассчитать свои риски примерно, сколько должно это составить в нашем периоде действия договора. И мы, согласно нашим расчетам, количество людей приблизительно было 125 человек, а перед действием оказалось 300, более 300. И, соответственно, это и нас подтолкнуло сделать запрос с комитетными органами. Согласно их ответам, мы и выявили, что Арселар Миттл перед заключением договора предоставлены достоверные связи, ложные. То есть их, они разнились в количестве 153 человек. То есть они нам укрыли 153 человека, которые не показали нам заключение договора. В итоге страховщик попал на деньги. А вот металлургический магнат Лакшми Миттл, чье состояние журнал «Форбс» в октябре этого года оценил в 16 миллиардов долларов, похоже, приобрел. Его казахстанская дочка держит стальную оборону. Возмещение вреда здоровья в соответствии с действующим законодательством осуществляется через страховую компанию. Альянс Полис и должна нести ответственность. Своему работнику, бывшему, не знаю, пусть приходит, мы с выводством как бы поможем ему именно в юридической части. В октябре миллиардер обратился к президенту Назарбаеву с письмом, в котором просил главу государства оградить его компанию Арселор Миттл Тимиртау от различных имущественных притязаний, в том числе от требований выплат шахтерам-регрессникам, которые получили производственные травмы. Миллиардер уверяет, что выполнил все свои обязательства, в частности, заключил договор со страховой компанией Альянс Полис и перечислил деньги. Но в октябре прошлого года страховщики отказались рассчитываться с горняками-инвалидами. В итоге разбирательств суд обязал работодателя выплатить деньги регрессникам, а потом уже вызыскивать свои расходы со страховой компании. Правда, позже суд высшей инстанции отменил это решение. Чажба продолжается по сей день. Казахстанские страховщики говорят, что британский миллиардер умышленно затягивает дело. Тем временем рабочие инвалиды уже год ждут положенных денег.